Обязательно досмотрите это видео до конца, если хотите научиться писать диалоги проще, если хотите освоить новые приемы для простого написания структуры диалогов. Да, конечно, диалог очень часто является самым интересной вещью в фильме. Многие цитаты из диалогов потом становятся крылатыми фразами и заставляют нас надолго запомнить целый фильм или сериал. Я рекомендую вам досмотреть это видео до конца, чтобы освоить несколько интересных приемов. Первый прием — упражнение, которое я называю «Роза». Роза — упражнение, которое построено на том, что вы бросаете какой-то объект к вашим персонажам, и ваши герои должны абсолютно по-разному на него отреагировать. Посмотрим пример. Смотрите, что нам подбросили в ящик. Снова. Пятую подряд. Это меня пугает. Расслабься. Наверное, это Виктор. Мы бывшие с доставки цветов. Что за Виктор такой? А вы бы не одобрили бывшего зэка. Может, это Дилан пытается вернуть тебя? Так, Виктор, с ним всё покончено? Может, это поклонник не Хейли? О, спасибо. Может, кто-то одержит Хейли, хочет выглядеть как она и жить её жизнью. Люк. Неужели цветы могут быть только для Хейли? Конечно нет. Тут есть и другие горячие штучки. Я вот на днях мыл машину в трусах и чувствовал на себе взгляды. Вам не приходило в голову, что цветы могут быть для меня? Что это значит? Ну, типа от моего парня. Что? От парня. И чья версия в итоге безумная? Мы видим, что у нас есть целых пять персонажей, и на один и тот же объект они реагируют по-разному. Обратите внимание, что пять персонажей – это достаточно сложная задача придумать разных реакций. Но если вы будете руководствоваться правильными действиями, то есть если вы будете говорить о том, что кто-то хорошо вас принял, кто-то плохо вас принял, что, в общем-то, уже нормально, кто-то заинтересован, кто-то рассказал историю, которая у него с этим связана, кто-то сильно боится этого. Двигайтесь по стандартным человеческим реакциям. Это реакция страха, реакция любви, реакция заинтересованности, реакция чего-то нового, реакция гордыни. Простой приём – используйте смертные грехи. Смертных грехов целых семь. Если вы прогуглите, есть конкретное описание смертных грехов, и несмотря на то, что это имеет какую-то негативную коннотацию, но это очень сильно поможет вам сделать ваших персонажей интересными. Пусть один из персонажей будет немножечко похотливым, другой персонаж будет чуть-чуть обжорливее других, третий персонаж будет немножечко жадным на фоне других, четвёртый персонаж пусть будет среди других выделяться тем, что он немножко более горделивый, пятый персонаж пусть будет более завистливый, чем остальные, шестой персонаж пусть будет немножечко унылый на фоне других, ну и седьмой пусть будет гневный такой, быстро взбешивается. Эти семь смертных грехов позволят вам сделать ваших персонажей интереснее. Первый приём – это Роза. Он очень простой в использовании и очень сильно помогает. Он прост, как всё гениальное. Он очень сильно вам поможет писать сцены. Любое событие, которое происходит в вашем фильме, должно по-разному отражаться в ваших персонажах. Ну что, мысли есть? Мысли куча. Возьмите туфли. На что она намекает? Наверное, на то, что в танц-классе танцуют. Давай, переобувайся. Ты серьёзно? Ну, так кто из них похож на меня? Девочки, в прошлый раз кто-то оставил здесь пустые упаковки из-под йогурта. Чтобы этого больше не было. Вот она точно как ты. Начали. Раз, два, раз, два, три, четыре. У меня ничего не получается. А у меня всё получается. Я бы не в жизни не думала, что у меня такая ужасная координация. Перестань, делай как они, вот и всё. Представьте себе сериал «Друзья», где Фиби приносит попугайчика, сделанного из ваты, и все одинаково. Ой, какая прелесть, сцена на этом закончится. Но если один скажет, ой, какая прелесть, а другой, ну-ка выкини это сейчас отсюда. Нет, пусть он останется. То возникает конфликт, возникает сцена, и вам уже есть что писать. Это первый приём. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Сбросьте его, поделитесь со своими друзьями, потому что среди ваших друзей обязательно есть люди, которые интересуются тем, как написать сцену, как написать фильм. Сделайте это, пожалуйста. Если вы хотите узнать больше о тех приёмах, которые можно использовать для написания фильмов, то заходите на мой сайт, там есть огромное количество интересных видео о том, как строится жанровое кино в целом. И каждый отдельный жанр, который вы любите, в частности, с большим количеством видеопримеров и детальной картой того, что вам нужно сделать, быстро набросать, для того, чтобы создать аквариум, в который вы потом запустите прекрасных рыбок, и в котором начнут развиваться кораллы ваших будущих фильмов. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. Чао, чао, чао. Чао, чао. Кое о чём? О чём? Кое о чём? О чём? Кое о чём. Кое о чём? Продолжение следует...